Два с половиной века исполнилось изобретению, благодаря которому были спасены тысячи жизней по всему миру. 8 апреля 1766 года была запатентована первая в мире пожарная лестница. Ее длина составляла около 10 метров. Позже большой вклад в развитие пожарных лестниц внесли и российские инженеры. Первая отечественная раздвижная пожарная лестница была выпущена в 1777 году. По некоторым данным, ее длина достигала 20 метров. Создатель лестницы, кузнечный мастер Петр Дальгрен, даже получил медаль за свое изобретение от Академии наук. Петербургская Академия наук рассмотрела и одобрила этот первый проект механической лестницы, которая представляла из себя площадку, поднимавшуюся замысловатым рычажным механизмом. Вскоре русские умельцы придумали и изготовили выдвижную пожарную лестницу, ставшую прообразом современных конструкций. Создание первой трехколесной лестницы датируется 1809 годом. Изобрел ее русский механик Кирилл Соболев, за что был награжден медалью «За полезное». Но уже спустя год русский инженер шотландского происхождения Вильям Гёсте презентовал пятиколенную выдвижную лестницу, предназначенную на подъем до 17 метров. К тушению возгораний все время повышали требования. В 20 веке пожарные лестницы стали устанавливать на автомобильное шасси. Одно из требований состояло в скорейшей доставке к месту бедствия пожарной техники, в том числе и выдвижных лестниц. Их катывали руками на специальные телеги в сложном состоянии, возили на конных ходах, по прибытии скатывали вручную на землю, поднимали, выдвигали и устанавливали строго вертикально. Все это занимало немало времени, требовало усилий, внимания, сноровки. В 1920 году московские пожарные приспособили шасси трехтонного грузовика «Берлио» для транспортировки лестницы «Магерус». Кстати, на германских фирмах «Мец» и «Магерус» изготавливали движные лестницы удачной конструкции. Их экспортировали во многие страны, в том числе как в царскую, так и советскую Россию. Опыт оказался удачным, однако дефицит автомашин не позволил распространить его. Спустя три года наши специалисты, посетившие 19-й съезд пожарных в Германии, проходивших в Мюнхене, и приуроченную к нему выставку пожарной техники, организованную там же, познакомились с новинками в этой сфере деятельности. Им приглянулась механическая лестница «Мец», закрепленная на особом башенном механизме, который был расположен на шасси грузовика, сделанный фирмой «Магерус». Шли годы, росла актуальность доставки на пожар выдвижных лестниц. В Ленинградской пожарной охране решили имевшиеся у них деревянные выдвижные лестницы образца 1912 года возить на автонасосах. Разработали три проекта доработки автомобиля, выбрали лучший и заказали три образца Ленинградскому заводу «Свет и Сила». Завершили эту работу 15 сентября 1932 года. На раме автомашины закрепили направляющие для наката лестницы, установили приводимую двигателем лебедку, подтягивавшую лестницу в транспортное положение, изменили кабину, оставили на своих местах насос и подвесную катушку с рукавами. Получился оригинальный автомобиль. Приехав к месту бедствия, пожарные снимали подвешенную сзади катушку с рукавами, лебедкой опускали на землю лестницу, вручную устанавливали ее в боевое положение, используя затем машину как обычный автонасос. Машина была удобная, и ленинградская пожарная охрана заказала еще несколько таких же автолестниц, благодаря чему в 1934 году Ленинград избавился от конных пожарных ходов. И все же накатный способ доставки выдвижных лестниц казался неперспективным. Требовалась новая конструкция. В Центральном научно-исследовательском институте противопожарной обороны СНИИ-ИПО, ныне в СНИИ-Российске, в НИИИ-ИПО, созданном в 1935 году, и расположенном в подмосковном поселке Балашиха, были спроектированы десятки новых машин и устройств для борьбы с огнем. В их числе и металлическая выдвижная лестница высотой более 30 метров, размещенная на шасси грузовика ЗИС-6. Проект передали на Московский завод пожарных машин, к тому времени ставший филиалом автомобильного завода имени Сталина. Там работали над собственной выдвижной лестницей высотой 45 метров. Сотрудничество со специалистами СНИИ-ИПО привело к тому, что обе идеи были объединены, и вскоре заводчане сделали чертежи механизированной автолестницы К-30 высотой чуть более 30 метров. В середине 30-х годов в стране накопилось несколько десятков выдвижных пожарных лестниц МЕЦ и МАГЕРУС, сделанных еще в 20-х и начале 30-х годов. Все они были металлическими, но на шасси устаревших аномары. Сами лестницы оказались простыми и удобными в работе. Их часто использовали на пожарах, при ремонте многоэтажных домов. Претензий к ним не было. А возившие их машины были изношены, и запчастей не хватало. Чтобы сохранить эксплуатацию лестницы, следовало у каждой из них заменить автомобиль-носитель. Требовалось германскую лестницу установить на советский автомобиль. Для этого подходило шасси грузовика ЗИС-6, которое нужно было доработать, что и выполнили в авторемонтных мастерских Московской и Ленинградской пожарных охран. Сегодня уже нигде не встретить автолестницы довоенного периода, поскольку их стремительно заменили современные автовышки и пожарные лестницы. Нынешние модели могут подниматься на высоту до 60 метров, а коленчатые автоподъемники помогают тушить пожары на высоте до 112 метров. Автолестницы являются абсолютно незаменимым видом техники для обеспечения безопасности жителей городов. Они позволяют не только современно добраться до места проведения пожарно-спасательных операций, но и спасти жизни людей. Кстати, если хотите узнать побольше про автолестницу на базе автомобиля ЗИС-6, то смотрите вот этот выпуск Техноенота. Спасибо за просмотр! Оставайтесь вместе с Техноенотом, подписывайтесь на канал и смотрите наши техновыпуски. Техноенотом, подписывайтесь на канал и ставьте лайки,